Я до этого уже проводил обучающие программы, и в какой-то момент понял, что есть много запросов от ребят, которые живут в странах далеких или в городах небольших, и я понимал, что мне приехать туда будет очень сложно, и в ближайшие год-два я не планирую этого делать. И, как я понимал, многие из этих людей тоже не смогут добраться до городов, в основном крупных, где я проводил мастер-классы. Я понял, что эту потребность, их и мою, можно закрыть тем, что выпустить онлайн-курс программы в онлайн-формате. После этого стал серьезно об этом задумываться, стал мониторить всю эту историю. Я сначала не сильно запаливаюсь, думал вообще сделать какой-то легкий курс, подойти к этому вот так вот сходу и взять его там за одну неделю, что-то сверстать в программу и выпустить. В формате каких-то эфиров, в различных социальных сетей, каких-то там чатов, мессенджеров. И в процессе вот этого коленочного сборки программы понял, что это все очень как-то по-детски смотрится и больше напоминает какой-то такой, хоть и приятный, но между собой. А мне хотелось, чтобы это было все-таки удобно и тем, кто будет участвовать в роли учеников. И мне, чтобы это было удобно, чтобы это было надежно. И в процессе вот приготовления я понял, что моих знаний не хватает. То есть, несмотря на то, что я эксперт в своей области и, в принципе, у меня хороший есть опыт образовательных программ живых, но онлайн-формат это немножко другое. Вот, поэтому стал мониторить, что вообще происходит на этом поле. Для меня это было полностью новое, я до этого не интересовался, что вообще происходит. Вот, и после какого-то времени выбрал акселератор в качестве партнера, чтобы пройти их программу, и они мне помогли запустить мой онлайн-курс. Профессию пришел достаточно давно, по современным меркам, уже больше 10 лет назад. Пришел и сразу как-то вовлекся в процесс, взял камеру в руки и, собственно, до сих пор ее просто не выпускаю. Учился на фотофакультете имени Гальперина в Санкт-Петербурге. Есть такие двухгодичные замечательные курсы. Много самообразованием занимался, посещал мастер-классы. Но, к сожалению, в России просто не так много каких-то серьезных учебных заведений по этому направлению. Есть в Европе, в Америке, но куда-то поехать не было возможности. Вот, в то время. И плюс к этому много практиковался, работал каждый день, снимал. Вот так вошел в профессию. Профессия сложная, интересная, благодарная. Как говорят, что фотограф первые полжизни работает на портфолио, а вторые полжизни портфолио начинает работать на фотографа. Мне кажется, я сейчас уже подкрадываюсь, наконец-таки, к той черте, когда портфолио начинает отдавать мне благодарностью. То время и сила, которое я вкладывал в свое развитие, начинает возвращаться. То есть на сегодняшний день я выбираю те съемки, те проекты, которые мне действительно интересны. Я могу себе позволить отказываться от тех проектов, которые меня не интересуют. То есть у меня там востребованность моя по ощущениям больше, чем я могу один сделать. Поэтому я сейчас в такой приятной фазе нахожусь. И я понимаю, что я к этому долго шел. То есть более 10 лет в профессии. Это, мне кажется, такая серьезная заявка. Мне кажется, мой онлайн-курс по фотографии, на фоне того, что сейчас происходит в русскоязычной атмосфере, по фотографии отличается тем, что это онлайн-курс, как бы смешно ни звучало, онлайн-курс по фотографии про фотографию. Я в первую очередь там развиваю ребят, их фото-навыки делаю более разносторонние, потому что есть различные этапы развития фотографа, и практически все, кто в профессии, через них проходили. И вначале, как говорят, фотограф снимает очень просто и очень плохо. Потом начинает учиться и начинает снимать плохо, но сложно уже научился снимать. Потом он начинает снимать сложно и хорошо, и только в конце находит себя и снимает просто и хорошо. И вот где-то 3-5-летний опыт в этой профессии загоняет, как правило, большинство фотографов в такую ловушку, когда человек начинает уже зарабатывать, в принципе, хорошие деньги, может, уверенно себя чувствует. У него есть клиенты, и его портфолио, его работа на хорошем уровне. Но у многих людей в этот момент появляется нехватка творческой реализации. Им не всегда нравится то, что они делают, они входят в конфронтацию с клиентами. То есть у них создается впечатление, что то, что они делают, это нравится клиентам, а им до конца не нравится. И вот в этот момент нужна буквально ступенечка-две, чтобы выйти за рамки сложившейся ситуации, посмотреть на свою профессию с новой стороны. И тогда возвращается и вдохновение, и отдача, и ты выходишь на новый уровень и финансовый, и профессиональный. И вот у меня курс, мне кажется, во многом помогает людям именно в формировании вот этой ступеньки. Выйти за привычные свои рамки и делать то же самое, что ты делал до этого, но совершенно с новым взглядом. Я когда делал курс, сам не понимал, кому лучше зайдет. И в итоге у меня этот курс проходили ребята и совсем новички, которые только вчера камеру в руки взяли, и ребята, которые уже 3-5 лет в профессии, даже более. И были немного, но ребята даже очень опытные, прям профессионалы. Я даже немного это испугался, когда увидел, как они записались на курс. И оказалось, что каждый из вот этих уровней находит свое в этом курсе. Для тех, кто совсем новички, для них это, наверное, даже чуть-чуть сложновато, но в то же время вся информация им входит в пользу, потому что они совсем недавно в профессии, им все интересно, им все полезно. Но основной, наверное, процент все-таки это вот ребята, которые 3-5 лет в профессии плюс-минус, и им как раз-таки нужно немножко развития своего добавить, ускорить. Это основной процент ребят. И, наверное, да, идеальный, так сказать, фотоопыт человека – это год плюс. То есть человек, который уже самостоятельно разобрался с экспо-тройкой, это выдержка, диафрагма, ИСА, понимает, за что эти параметры отвечают. То есть разобрался с инструкцией камеры, прочитал ее и осознал. Вот после этого знания этот курс заходит просто на ура. Вот. Ну а те, кто совсем уже опытный фотограф, они, как правило, приходят не за общей информацией, а за каким-то одним процентиком, двумя процентиками вот тех самых секретиков или просто сблизиться с человеком, обменяться энергиями. Я и сам на самом деле вечный студент, да, запуская этот онлайн-курс, я являюсь сам студентом онлайн-курса, плюс к этому я периодически тоже прохожу и мастер-классы индивидуальные фотографов, и я тоже отношусь, наверное, уже к той третьей категории фотографов, которые, в принципе, на высокой уровне профессионализма находятся, но им интересно все равно узнавать что-то новое. У меня прошел первый поток полностью, там было порядка 40 человек, 39, ну, в общем, 40 человек условно. Для меня это был очень хороший опыт, подобрались очень классные ребята, я был с ними честен и открыт, говорил, что это мой первый поток, поэтому я буду рад обратной связи, и узарядившись такой энергией, у меня прошел первый поток. 10 человек из этих 40 были на живых мастер-классах, это были потрясающие встречи в Киеве, в Ярославле, в Москве, во Владивостоке, когда ты встречаешься с человеком, с которым уже давно общаешься в интернете, и вот вживую. Сейчас у меня идет второй поток, на втором потоке уже 60 человек, вот, то есть получается, что прошли первый поток 40, и сейчас 60. Я не гонюсь за большими масштабами и за какими-то огромными прибылями, мне нравится этот процесс, у меня есть и куратор на потоке, ну, и я тоже беру к себе ребят. Мне нравится самому обмениваться с ними знаниями, и я сам у них многому учусь. Я не думаю, что мой курс зацепит каких-то людей, которые не знакомы с моим творчеством. Это скорее такой вот путь, что люди, которым были близки, близок мой подход к фотографии, они приходят на этот курс. Вот на первом курсе подобрались разные люди, были ребята, которые были на живых мастер-классах, я очень удивился, когда они пришли на онлайн-курс. Были и мои клиенты, которых я фотографировал, потом они стали увлекаться фотографией. И было очень много фотографов как раз-таки из других стран и городов, которые понимали, что возможность ближайшего оффлайн-мастер-класса очень не близка. Вообще никаких, без рекламы. Это было очень забавно, потому что я вообще планировал на первый поток набрать себе немножко людей, думаю, человек 20, чтобы пройти. Даже думал, если 15 даже придет, мне этого достаточно. Я хотел с ними пройти этот путь вместе, чтобы допилить программу, сделать ее более качественной. И в итоге на каких-то просто эфирах, на каких-то выступлениях я обмолвался о том, что уже идет набор на онлайн-курс. У меня стояла ссылочка на продающую страницу с информацией, с возможностью записи. И люди стали записываться. И, собственно, когда их уже там собралось, больше 10-15, я подумал, что странно, без рекламы все собралось. А когда к началу курса их там 40 уже появилось, я подумал, что ну вообще отлично. Я по-прежнему остаюсь еще действующим фотографом. То есть у меня много съемок, и мне нравится снимать. И поэтому в Инстаграм тоже я за этим не сильно гонюсь. И там на момент первого потока у меня подписчиков было на самом 1020. И за последние полгода как-то увеличилось тоже количество. У меня помимо онлайн-курса и оффлайн, у меня, собственно, съемки, которые мне приносят огромное удовольствие и доход тоже. Это одно из основных направлений моей деятельности. Второй поток-то было 20 тысяч рублей, если с куратором идет процесс обучения, и 25 тысяч, если это группа со мной. Это на втором потоке были стоимости. Если честно, тяжело, но интересно. Я просто вечный студент, и я подумал, что обучение в акселераторе мне, может быть, даст возможность найти продюсера для моего онлайн-курса. Я и до сих пор, на самом деле, ищу партнера, с которым продолжить развитие моего курса. Но почему-то так партнера я и не нашел, но каким-то вещам научился сам. И я понимаю, что где-то, может быть, даже пробуксовываю из-за того, что многое делаю один. Если бы команда была шире, и были еще полноценные, замотивированные сотрудники, которые выступали бы в качестве продюсера, это было бы все быстрее. Но я никуда не спешу. У меня, в принципе, все есть. Я получаю удовольствие от жизни. А мне кажется, вот когда стал интересоваться онлайн-форматом, и, собственно, стал целенаправленно искать курсы по онлайн-курсам, и сложно их там не заметить, то есть они везде представлены. Мне кажется, после одного-двух запроса начинают эти два дружественных товарища сыпаться со всех сторон из самых непредсказуемых мест. Помог мне в новом направлении действовать не хаотично, а действовать более организованно, направленно, чувствовать какую-то поддержку в этом плане. И дальше уже, когда доходит до экспериментов и своих каких-то новых способов, чувствовать, что все равно есть основное направление, которое уже проработано. Наверное, входящих денег было порядка двух миллионов рублей. Это просто входящие. Нужно минусовать расходы. Во-первых, налоги. Это минимум 7%. Это еще различные НДФЛы, и записываются чаты, которые появляются. Ну ладно. То есть различные НДФЛы и какие-то пенсионные, страховые. Вот у меня этим помощник занимается. Плюс вся оплата происходит через эквадинг. Эквадинг – это еще практически 3%. То есть на самом деле там сразу сходу просто больше 10% на самом деле тает. Плюс какие-то аренды этой платформы GetCourse. Запись уроков тоже мне потратил на эти деньги и время. И куратором я плачу, мне кажется, хорошие деньги. Ну то есть, слушайте, я не подсчитывал. Я думаю, если чтобы точно не обмануть, я думаю, ну 40, не более чем 40%. То есть 40% я беру с хорошим запасом. Меня устраивает, потому что все-таки это и занимает у меня времени, ну это моя не основная занятость. То есть это занимает у меня какую-то часть только времени. Помимо этого онлайн-курса, ну куча других проектов, которые пока еще перехлестывают по стоимости. Я когда запускал онлайн-курс, я думал, что он перекроет все мои оффлайн-программы. И для меня было дикое удивление, когда огромное количество людей с онлайн-курса пришли потом на оффлайн-курс и обратную связь дали такую, что это одно, второе даже дополняет. На живых программах они, как правило, сжатые, двухдневные. И там идет обмен живой энергией, люди видят, как работает мастер. Но в то же время нет времени, чтобы это осознать и разжевать. А на онлайн-курсе как раз-таки есть это время помахать кулаками после драки, разобраться в каком-то вопросе до конца. Но нет вот той самой энергии живого включения. Поэтому на сегодняшний день я прям кайфую от того, что картинка сложилась. То, чего мне не хватало в оффлайн-классах, появилось в онлайн-курсе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!